Дамы и господа, Чемпионат мира — это не только самый крупный и интересный международный турнир, но и отличная возможность себя показать, чтобы привлечь внимание грандов. На каждом мундиале появляются перспективные игроки, которые быстро становятся звездами мирового футбола. Гол 24 рассказывает о том, что стало с игроками, блеснувшими на Чемпионате мира в Бразилии. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Вратарь Кейлор Навас О галкипере Коста-Рики в 2014 году слышали только заядлые фанаты Ла-Лиги и поклонники Леванте. Кейлор выступал в Испании довольно неплохо, но его звездный час пришелся на турнир в Бразилии. Навас и вся его сборная стали любимчиками публики. Уверенная игра костариканцев оставила за бортом плей-офф Италию и Англию. Команда из Центральной Америки сумела дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила Нидерландам. На том мундиале Кейлор принял участие в пяти встречах, в трех из которых признавался лучшим игроком. Уже в августе 2014 года Кейпер подписал контракт с Реалом. Со сливочными Навас выиграл 11 трофеев, включая три лиги чемпионов подряд. Костариканец был одним из ведущих вратарей Европы, но все же со временем начал уступать конкуренцию Куртуа. И летом прошлого года перебрался в Пари Сен-Жермен, где успел выиграть Лигу 1. Навасу исполнилось 33, но впереди у него еще несколько лет на высшем уровне. Левый защитник. Дейли Блинд. Нидерландский футболист был восходящей звездой Аякса, с которым успел выиграть немало трофеев до мундиаля в Бразилии. В 2014 году Дейли был игроком основы в сборной и сыграл во всех семи матчах турнира, отметившись забитым голом и тремя результативными передачами. По итогам турнира Нидерланды заняли третье место, а Блинд перебрался в Манчестер Юнайтед на очень выгодных условиях, но карьера в Англии не задалась. Дейли сменил три позиции, долго адаптировался, а в 2016 году получил серьезную травму колена. Защитник так и не смог закрепиться в стане зьяволов, и в итоге вернулся в Аякс, где реабилитировал карьеру. С амстердамским клубом Блинд вновь стал чемпионом эродивизии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом году. Сейчас Дейли 30 лет, однако вряд ли он снова уйдет в топ-клуб. Центральный защитник. Хосе Хименес. Уругвайц в 2014 году был игроком запаса Атлетико. Ада Мундиале принял участие в четырех матчах в сезоне. Тем не менее, он попал в сборную, где на удивление многих показал, на что способен. Хименес отлично себя проявил в трех играх, помог Уругвая дойти до 1-8 и стал напарником опытного Годзина, с которым впоследствии выступал в основе матрасников. Несмотря на быстрый прогресс, Симеоне по-прежнему не особо доверяет Хосе, который до сих пор редко играет больше половины матчей за сезон. Правда, Хименесу только 25, так что у него есть еще время закрепиться в составе. Центральный защитник. Рафаэль Варан. В это сложно поверить, но Варан выступает за Реал с 2011 года. К чемпионату мира в Бразилии он был уже сформировавшимся игроком и победителем Лиги чемпионов. На Мундиале Рафаэль подтвердил свой уровень, сыграв во всех пяти матчах. Франция тогда дошла лишь до четверть финала, где в упорной борьбе уступила будущим чемпионом немцам. Дальнейшая карьера защитника сложилась еще удачнее. Он стал фактически незаменимым игроком Реала, взяв еще три ушастика. А со сборной выиграл чемпионат мира в России. И даже вошел в символическую сборную. Правый защитник. Серж Арье. Ивуариец в свое время стал одним из лучших игроков Лиги 1 и лидером Тулузы. Естественно, он был еще и важнейшим звеном обороны Кот-Дивуара в Бразилии. Серж отыграл на высшем уровне все три матча на групповом этапе и даже отметился двумя голевыми. Но его сборная так и не вышла в плей-офф. Зато на защитника обратил внимание ПСЖ, который взял в аренду, а затем и выкупил футболиста. Но его длинный язык и проблемы с дисциплиной вскоре заставили Сержа покинуть клуб. Спортсмен перебрался в Тоттенхам, где был сменщиком Трипьера и Уокера. Лишь с приходом Жозе Мауринью 27-летний Арье начал получать больше игрового времени. Опорный полузащитник Джорджинью Вейналдум Футболист до своего звездного часа в Бразилии успел стать лидером Фейнорда и ПСВ, несмотря на многочисленные травмы. Луи Вангал долго думал, брать ли Джорджинью на турнир, и в итоге решил рискнуть. Как оказалось, это было лучшее решение. Вейналдум стал ключевым игроком сборной, через которого часто строилась вся игра. Опорник отработал во всех семи матчах, забил один гол и помог товарищам по команде взять бронзу. После чемпионата мира Вейналдум привел ПСВ к чемпионству, показал, на что способен в Ньюкасле и ушел на повышение в Ливерпуль. С красными он выиграл Лигу чемпионов и долгожданную золотую медаль АПЛ. Сейчас нидерландцу 29 лет, и он незаменимый элемент в мощной системе Юргена Клопа. Колумбиец был восходящей звездой мирового футбола ровно до своего перехода в Реал. Хаммес был хорош в Порту, блистал в Монако, а до турнира в Бразилии даже стал лучшим игроком Лиги 1. Чемпионат мира стал зенитом в его карьере. В пяти играх форвард наколотил шесть мячей, отдал две голевых и помог сборной дойти до четвертьфинала. Он был признан лучшим бомбардиром турнира и взял награду имени Пушкаша. К сожалению, трансфер в Мадрид оказался роковой ошибкой. В стане королевского клуба Колумбиец не получил достаточного игрового времени и не показал ничего толкового. Не помогла даже аренда в Баварию. Хаммесу только 29, а он из главной звезды бразильского Мундиаля превратился в Реале в резервиста. Этим летом Родригес наконец-то сменит команду, так что еще не все потеряно. Полузащитник. Поль Пагба. В 2014 году 21-летний спортсмен показывал в Ювентусе крайне зрелый и уверенный футбол, чем заслужил место в сборной. В стане триколоров француз отыграл на Мундиале пять матчей и набрал два результативных действия. Полузащитник дошел с национальной командой до четвертьфинала и стал лучшим молодым игроком чемпионата. После турнира Поль вернулся в Юве, где продолжил выигрывать трофеи. Но через два года он захотел уехать в ЭПЛ и перешел в Ман Юнайтед за рекордные 105 миллионов. К сожалению, карьера француза в стане дьяволов сложилась не лучшим образом. Он ссорился с тренерами, конфликтовал с руководством и грозился покинуть клуб. Ко всему этому прибавились и травмы. Только сейчас Пагба начал демонстрировать должный уровень. Если на клубном уровне дела у француза шли не очень, то в сборной все отлично. В 2016 году Поль стал вице-чемпионом Евро, а в 2018 выиграл чемпионат мира. Левый вингер Антуан Гризман До турнира в Бразилии игрок стал лидером Сосьедата и привлек внимание многих грандов. Своей уверенной игрой за Францию он лишь упрочил желание топов его приобрести. В итоге после Мундиаля Гризман перебрался в Атлетику за 54 миллиона евро. Под руководством Симеоне нападающий стал одним из лучших игроков мира и помог матрасникам выиграть три трофея, включая Лигу Европы. Стоит отметить, что благодаря выступлениям за Мадридский клуб статус Гризмана в сборной вырос в разы. Вся игра строилась вокруг него. Антуан стал лучшим игроком и бомбардиром Евро-2016, а также лидером по системе гол плюс пас на турнире в России. Сейчас карьера Антуана делится на дой нескоро. Его вновь... Правый вингер Кевин Дебрёйни Когда-то Жозе Мауринью счел бельгийца неперспективным и продал его зимой 2014 года в Вольфсбург. А уже летом того же года Кевин показал на Мундиале, на что способен. Три результативных действия в четырех матчах. Креативная и надежная игра полузащитника привлекла внимание многих ведущих клубов Европы. Вернувшись в стан волков, Дебрёйни помог клубу выиграть Кубок и Суберкубок Германии и стал лучшим игроком Бундеслиги. В отличие от Челси, Ман-Сити высоко оценил потенциал футболиста, а шейхи выложили за него 76 миллионов. В составе горожан Кевин выиграл 14 трофеев. Бельгиец, по мнению многих, при Гвардиоле стал лучшим плеймейкером Старого Света. Полузащитнику сейчас 29 лет, а это значит, что мы сможем наслаждаться его игрой как минимум 5 лет. Эквадорец приехал на Мундиаль 2014 в качестве лучшего бомбардира чемпионата Мексики в составе Пачуки. На самом турнире Энер показал стопроцентную результативность. Три матча — три гола. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы Эквадор вышел в плей-офф. Но Валенсия громко о себе заявил. Им тут же заинтересовались клубы АПЛ, а конкретнее всех оказался Вестхам. Однако в Англии форвард не прижился. Он так и не смог адаптироваться к быстрому и техничному футболу. И за три года забил всего 13 мячей. Молотобойцы быстро поняли, что ошиблись игроком и продали его в мексиканский Тигрос. Правда, там Валенсия не смог себя проявить. С 1 июля он является свободным агентом. К сожалению, это тот самый случай, когда футболист является игроком одного турнира. Друзья, а чем вам запомнился Мундиаль в Бразилии? И кого вы считаете достойным?